В зале Белгородского областного суда снова шумно. Много журналистов, усилена охрана. Сегодня слово взяла сторона защиты. Поэтому подсудимому Сергею Бомузуну снова разрешили присутствовать на процессе. В ходе допроса обвиняемый пояснил его жестокое поведение следствия войны. Говорит, что участвовал в спецоперациях в Чечне. Якобы туда его забрали в 99-м году, когда он проходил срочную службу. Почему он чувствовал? Жестокость. Мы там убивали. Отрезали голову Чеченам за такую жестокость. Сделали психологический перелом в сторону России. Ну, может, это и сказалось психологически. Как-то она повырялась. Ну, может быть. Однако у суда имеются данные, что никакой службы на Северном Кавказе по мазу не проходил. Но и на это у подсудимого есть ответ. Я действовал с разведкой. Это секретные войска. Спецзадание. Понимаете? В стране мы творим за татархаву. Впрочем, это не единственное, что толкнуло Помузуна, по его же словам, на преступление. Отчаяние, подавленное состояние, не складывались отношения с девушками, провалил экзамены в автошколе. Однако, все же своим главным мотивом он считает ссору с охранником в универмаге Белгород накануне трагедии. Помузун решил убить обидчика. Для этого он решил достать дальнобойное оружие. А потому спланировал нападение на магазин охота. Оружие в нем присмотрел заранее. Придя в магазин второй раз, стрельбу открыл сразу. А вот в событиях на улице своей вины подсудимый до сих пор не видит. Когда вышел с магазина, я стрельбу не собирался начинать именно на улице. Потому что рассчитал так. В мою сторону бросился человек. Рука у него под джинсовой курткой была. Я расценил, что это оперативный сотрудник. И после этого сразу началась стрельба. Он умнулся, за привору спрятался. И все. Я начал расстреливаться, прочищать себе дорогу, пробивать машину. Также Помузун подробно рассказал, как прятал оружие и одежду. Скрывался в лесу. Отсидевшись, он планировал добраться до Воронежа. Несмотря на подробный рассказ о преступлении, отвечать, признает ли себя виновным или нет, Помузун по-прежнему отказался. В ходе процесса адвокат заявил ходатайство о повторной психолого-психиатрической экспертизе. По его мнению, первое обследование было недостаточным. К основным доводам защитник отнес показания родственников и работников универмага о неадекватном поведении Помузуна. К тому же, по словам адвоката, в период последнего отбывания заключения Помузуна, психиатр выявил у него незначительное психическое расстройство. Аргументом стали и показания самого подсудимого. В нашем случае это следует из его собственных пояснений в судебном заседании, где Сергей Помузун ссылается на те обстоятельства, которые объективно не происходили в его жизни в службе в Чечне и ГРУ. Он живо переживает об этих обстоятельствах, ссылается на них как на обоснование своих противоправных действий. Я полагаю, у Помузуна происходит временное искажение реальности. Испытывает зрительные или визуальные галлюцинации. Слышит некие команды «Давай, Серега, давай». То есть испытывает слуховые галлюцинации и следует им. Сторона обвинения ходатайства защитника не поддержала. Сам Помузун от медицинского обследования отказался. Суд просьбу адвоката отклонил. Теперь стороны готовятся к прениям. Следующее заседание назначено на 12 августа. Татьяна Красикова, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.